В послании святого апостола Иакова, 3 глава, 14 стих. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, не хвалитесь и не лгите на истину. Есть каноны, правила, отлучающие за грех. Прелюбодей отлучается до 12 лет. Блудик на 7, на 8, убийца на 18, чародей на 20, а на зависть нет канона. А в зависти все эти грехи сидят. Притом, если блудик, он искренне раскаивается, считая в житиях святых, совершил грех, он падает, молится, десятилетиями глаза не поднимает. Я пал, я согрешил, человек погибает, умирает в зависти, а что я сделал? А чего я тебе буду завидовать? Было чему завидовать? Мы себя, если бы по-настоящему сейчас проверили, то может над нами зависть дымится просто. А вот давайте по слову Божию посмотрим. Потому что мы приближаемся к посту, пост великий называется, большего поста не существует и больше возможностей может и не будет исследовать себя. Да притом зависть горькая. Если имеете, если имеете. Имеет еще и хвалится. По не хвалитесь и не лгите на истину. Если не имеешь зависти, то подумай, тебе кто-нибудь завидует или нет? А исследовать есть что? Посмотрим по слову Божию. Салмопевец, Давид 67, 17 говорит. Кто завидует? Вы никогда не поверите. Дома на улице завидуют друг другу. Деревья друг другу завидуют. Горы завидуют друг другу. Что вы завидуете? Зависливо смотрите горы высокие на горы, на которые Господь благоволит обитать и будет обитать вечно. Горы завидуют. Почему? Потому что там Господь. Сокрытый мир, неодушевленный, имеет что-то в себе. Земля вопиет, как Господь говорит за пролитую кровь. Как она может вопиять? Перекладину вопиют. Свидетелями будет вещи, которые вокруг нас. И здесь зависть. Там, где Господь, этому все завидует. Поэтому нам очень многие завидуют. Вы не думаете, что за нами не смотрят? Твоим детям завидуют. Мне дочь-то послушная. И как она себя ведет скромно. А сын как? А жена у того послушная? Он не может это высказать. Это внутренний мир ему подсказывает. У него нехватка этого. И он завидует. Точно так и мы по отношению к кому-то. Я себе могу сказать, мне страшно много людей завидуют. Но они в этом не создают. Они не могут сознать себя. А иначе из-за чего бы ради епископ на меня гнал? Из-за чего бы ради священники меня поносили? Они завидуют всему. Они не могут сознать не то, что общину, а два человека, чтобы одинаково мыслили по Писанию. И они это понимают, когда близко с ними знакомишься. Когда они делаются близкими. Я говорю, страшно завидовал. Завидуют особенно люди, которые имеют пост и пробираются выше. Друг другу завидуют. Кого-то спихнуть надо. У кого-то богатства больше. Люди завидуют не один другому. Нация нации завидует. Я вам даю сегодня такой материал, над которым вы еще поработаете дома. Значит, напрасно вы горы завидуете той горе, где Господь благоволит обитать. Где эта гора? Сион. Где город Иерусалим? Многие села вокруг завидуют, потеряют. Это определенно. Воровства нет. Двери открыты. Никто никого не ругает. Пьяные не болтаются. Никто не курит. Есть с чего позавидовать. Премудрый Соломон в притче 14.30 говорит так. Кроткое сердце – жизнь для тела. А зависть – гниль для костей. А стимилик. Гниет и гниет внутри. Это надо идти в диагностический центр. Надо исследование делать. Гниль в костях. Вот, когда люди одни живут экономно, а другие неэкономно, тоже завидуют. Я не говорю о богатых. И бедному могут завидовать. У тебя хорошее, у другого плохое. Я занимался дрессировкой собак. Завидовали ужасно. Она куда ни пойдем, первое место занимает. Завидует. Снимают фильм Иуда Бен Гур. О вере, о первом веке христианстве. Помните, конские скачки показывают, где зависть страшная. Всех лошадей сожгли. На которых скакали. Всю конюшнюю. Отравляют друг друга, подсыпают яд, убрать его с пути. У нас это даже не именуется и в мыслях не должно быть. Притча 23.6 Не вкушай пищи у человека завистливого. Значит, мы должны друг друга знать. Я во многих домах в жизни своей трапезовал. Не любил ходить, приглашали. Но почти на одной руке могу показать, у кого совершенно свободно за столом сидишь. Внутреннее чувство показывает, что человек или жалеет, или ты нежеланный, или он боится, что его упрекнут за это. У завистливого человека за стол не садись. Поэтому не каждому в гости иди. Он обязательно упрекнет тебя. Обязательно подсиживать тебя будет. Иначе бы зачем он говорил это? Притча 28.22 Спешит богатству завистливый человек. И не думает, что нищета постигнет его. Чтобы стать богатым, это не просто так. Я сегодня утром посчитал коммунистическую газету «Голос труда». И газету, в которой все-таки прислушиваются люди от КПРФ. И перечисляет всех, кто находится почти распялой звездой. Всех перечисляет по нации, как ограбили страну, как сейчас средства массовой информации. Все находятся у масонов, у евреев в руках. И как идет разложение общества. И в 2008 году с президентскими выборами придут именно они, должны захватить все. Так или не так, мы не знаем. Зависть. Я считаю и вижу, это зависть. И зависть одних к другим. И не понимает. И никто о Боге не говорит. Ну вы придете, а чем вы лучше будете? И эти, с какого времени начать? То есть исследование умное. Доктор исторических наук местный пишет. Богатый материал. И видишь, пустота. Он только жжет, и это зависть, горькая зависть. Ты просто не успел вовремя наворовать. Только поэтому ты и завидуешь. Просмотрели. Все думали, что еще вернется власть, да как бы невиновно, она ушла навсегда. Экклесиас 4.4 Между людьми царствует зависть. Соломон знал это. И около него много было таких людей. Пророк Исаия 11.13 Будет время, когда явится Господь на землю, благословить людей и прекратится зависть. Мы говорим, переклюют мечи на оралах. А это и означает прекратиться зависть. Многие, многие нации завидуют нашей стране столь обширной и богатой. И они на этом не остановятся. Зависть толкает к тому, чтобы все отнять. И мы сейчас по библейским примерам посмотрим. И согласно этому можем сделать вывод. Войны нам никак не избежать. Слишком богатые. И богатством пользоваться не можем. Нам надо кого-то нанимать, потому что пренебрежительно относимся друг к другу. У нас нет содружества, братства какого. Если 50 чеченцев оказались на одном острове, сейчас почти весь остров захватили. И срочно главнокомандующий вмешался разбить их по частям, по 5 человек, по другим. А в узких 5 тысяч ничего нет. Нет дружбы. Друг другу завидуют, подсиживают. Исаия 35.1 Это такое тонкое внутреннее чувство, что всех сторон тебя осматриваешь и завидуешь кому или нет. Я знаю священство, там зависть просто бушует. А уж про епископа говорить не надо. Кто когда рукоположен, в какое время, какой палец и наградили, как они встанут где рядом, как рассаживаются. Одно время президент попытался по этому принципу садить, да шума наделал по всей стране. Пророк Иезекииль 35.1 говорит это. Матфея 20 глава 15 стих. Когда Господь говорит притчу о том, как награждает работающих виноградники, и когда наградил, дал динарии тому, кто в 11 числу, другие стали роптать. А он, ну, ропшит. А на что ропшит-то? Ты же договорился за динарии. А он говорит, или глаз твой завистлив от того, что я добр. Кажется, зависть тут какая у него зависть? Завидует. Ну, ты же получил динарии, а он меньше работал. Вот точно так сейчас зарплата, квартира, все связано, что у меня нет. А если столько, больше. Зависть везде и всюду окутывает человека, как слизь какая. Матфея 27.18. Идет в судилище над Христом. Причины разные. Богохульствует, раздирает на себе грудь. Так эффектно перед всем народом, первосвященник показал ревность свою. Ну, конечно, законник отличный. Другие. Заботятся о целостности государства. Вы не думайте ни о чем. А вот за Христом пойдут, а римляне уверят, что смута, придут и завоюют нас. То есть причины разные. Патриотизм. А Пилат, написано, знал, что предали Христа из зависти. Я более всего удивляюсь. Как язычник мог это знать и писание за свидетельство, что это так. А природные евреи рядом стояли, клеветали, подыскивались, и они не знали. Под разные причины им подыскивались под Христа. Субботу не соблюдают. Это же Моисеев закон нарушает, не чтит. Да не в законе дело. Вы же видели, что рядом со Христом преобразуются души. Вокруг него все рассветает. Милость окутывает каждого человека. Он к падшим обращается как к людям, которые могут быть другими. Зависть. В любом действии Христа они просматривали иное. А на самом деле двигались с завистью. А вы могли преобразовать эту блудницу? Конечно нет. За встречи со Христом вы же ее знали. О, если бы он знал, что это значит? Вы ее знали, знали. Почему вы ее не знали такой, какой она стала после встречи со Христом? Они понимали, силы у них нет. Это мертвая буква, которая все мертвила и убивала. Рассказал притчу о милосердном Самарянине зависть. Как так? Самарянин оказался лучше никого-то, еврейских священников. Да, лучше зависть. И в конце концов они ему это припомнили. К нам очень много обращено зависти. Нас из-за зависти будут просто на истребление вести. А мы будем молиться, чтобы эту зависть Господь переменил на милость. Особенно от верующих людей. Евангелие с Лука 7.22. Ну, он засвидетельствовал. А что такое зависть? Что завистливое око. Какая беда? Непрестанно все святые указывают на завистливое око. Как смотришь? Значит, лучше не смотреть. Иной идет и буквально все пятнает своей завистью. Там лучше. У этого лучше. У этого чище. У этого красивее. У этого больше. Опусти глаза. Я в достатке. Я очень богат. Я ни в чем не нуждаюсь. Иоанн Златоус поясняет. Если ты хотя бы в чем-то нуждаешься, ты все еще бедный. Я богатый. Я ни в чем не нуждаюсь. Сам себе скажи. Деяние 5.17. И вот первосвященники и все принадлежащие к ересе садукейской, слыша проповедь апостолов, исполнились зависти. Ни один, ни два. А вся верхушка церковная. Все преследующие их исполнились до конца зависти. Но если бы их запросить в этот день и сказать. Но вы же по зависти гоните апостолов. Мы да кому завидовать. Босяки, рыбаки, невежды. Ни следующие в Писании. Вот точно так и сегодня. Я еще не встретил ни одного священника, который бы прямо сказал. Я ненавижу тебя по зависти. Я не могу ничего этого сделать. Ни один. Этот грех требует особого вмешательства Божия. И о нем надо молиться. Истребей из нас зависть. Вот мы сейчас слышали об этом. У нас никто не нарушает пост. Я так думаю. Они нам завидуют. У них 90 с лишним процентов нарушают пост. Это по приблизительным подсчетам. А то и того больше. Не могут они навести порядок, чтобы не было торговли. Они завидуют нам, что совсем нет торговли. А как это можно было? Никак. Мы начинали не с торговли, а чтобы люди имели встречу со Христом. Чтобы молились Богу. Деяние 7.9. Говорится о том, в проповеди вспоминает. Патриархи. Все одиннадцать братьев Иосифа продали его из зависти. А чему завидуют? Ты моложе нас. Зависть, что его отец любит больше. Продали из зависти. Все до одного были завистники. И ни один в этом не покаялся. А от них идет зависть на все одиннадцать колен. Предали из зависти родного брата. Вы думаете, они умерли, покаялись, по зависти, что нет, конечно. Ну, мы не хотели, чтобы он ябельничал. Он сексотищал отцу, докладывал. А Иосиф, он простой был. Доказывал, что они делают. Худы их поступки. Но если вы хорошо пасете, ничего не делаете. Так вы радовались. Он же не лгал, Иосиф. Он правду рассказывал. Почему же вы его продали-то? И что убить? У них замысел был убить его. Из-за чего и зависти убить? Христа предали зависть. Убийство в зависти. Притом ни одно убийство. Две тысячи лет завидуют иудеи христианству. Завидуют смертно. Христиане завидуют евреям. Мусульмане завидуют евреям. То есть нет тех людей, которые бы не были поражены этим страшным недугом, где нет благодати Духа Святого. Вот почему истяжание Духа Святого, желание жить в Духе Святом освобождает от всего этого. Приди и стелись, овны и очисти нас от всякой скверны. И добавь, хоть потихоньку, шепотом. И от зависти, которой я ведь не вижу в себе. Мне кажется, я никому не завидую. Я живу в достатке. Завидуешь. Ты даже не знаешь, как молодая была завидовала девушкам, которые красивее тебя, на которые обращают больше внимания. Ведь завидовала. И точно так же у ребят было. Это тайный уровень. И скрыть его может только Бог. Деяние 13.45. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти. И противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Так ни один, ни два, все, которые окружали его. И ни один не сознается в этом. Павлу завидовать, этому отступнику, который предал свой народ, свои обычаи. Который вожжается с язычниками, которым подходить нельзя законно запомнить. И мы бы ему завидовали. Мы ревнители закона. Мы за закон Моисеев. А ответ один. По зависти. Они исполнились, означает доверху. Остальным пороком ничего не было. Дальше 40 киллеров из-за зависти. Ножи точат. Убьем. По зависти. Будем поститься. Вот 40-дневный пост настоящий. Ни пить и ни есть. Пока не убьем. Из-за чего? Из-за зависти. Вы не забудьте только сегодняшний день, о чем я говорю. А то масленица, масленица. Я вам подмаслию. 3.15. Маковейская. Яков пишет. Где зависть и сварливость, там не устроится и все худое. Ничего нет там, где зависть и сварливость. Все будет неправильно. И у нас люди, которые ушли, я абсолютно точно знаю, они завидовали. Завидовали мне. Завидовали братьям. Почему? Они бросились на сестру, которая столько добра сделала им. Говорят, что невест нашла им. И они обвинять стали в смертных грехах. Почему? По зависти. Они видят, живут мирно, все хорошо, близки. И самой хорошо. А почему? Околдовала она его. Околдовала. Прямо волшебство обвиняет. Почему? Зависть. 1 Петра 2.1 Приглашает нас к этому испытанию Петр. И говорит, отложите всякую злобу, зависть и злословие. Отложить. Отложить, уйти и забыть. Серрахов 32.15 Что из сотворенного завистливое око? Так неужели ничего нет? Только глаз. Даже вот посмотришь. Две кошки. Одну погладишь, другая ревнует. Это и животные были у меня собаки. Точно так же. Как будто завидуют. Вот этот грех как будто на животных есть. Это я просто видел. Послание к Римминам 1.29 Чтобы не было исполнено завистью. Грешники исполнены, а призыв к нам. Римминам 13.13 Чтобы мы не предавались ссорам и зависти. Ссора и зависть. Видите, ссора, зависть, злоба идут вместе. Я до конца не знал, как исследовать. Просто зачитываю эти места Писания. Но какая-то между ними связь ссора, видимо, не может одержать победу. И начинает он на другом уровне. Что не хватило знания. И начинает завидовать. 1 Коринфянам 3.3 Апостол Павел говорит таким людям. Вы еще плотские. Если между вами есть зависть, споры, разделения. То не по человеческим ли обычаям вы поступаете. Опять ссора, зависть. Это плотские люди. А как узнать, я духовный или нет? А вот один из признаков. Завидливый или нет? Не можешь определиться. Запиши. Кому ты относишься не совсем доброжелательно. Попроси ближнего. Давай вместе исследуем. Думаю, что в этом грехе требуется помощь. Чтоб кто-то показал, есть или нет зависть. Трудно от нее избавиться. 2 Коринфянам 12.20 Говорит так. Павел своим прихожанам. Боюсь, что когда приду к вам, не найти у вас ябит, ссор, зависти. Павел бесстрашный герой веры и боялся. Трудно найти. В ссоре трудно найти, когда двое ссорят. Но найти по какой причине вообще, это ни один следователь на это не рискнет. И сказать по зависти нет. Вы не найдете ни одной специальности, где бы люди не завидовали друг другу. 2 Коринфянам 12.20 говорит об этом. Филиппийцам 1.15 Апостол Павел объясняет, что некоторые проповедуют по зависти. Вот что удивительно. По зависти проповедуют. Он бы не пошел проповедовать, а тот проповедует. И он идет надвижимый не любовью к людям, ближним, а по зависти. Это единственное место, которое говорит, что самое святое, важное дело, и можно делать, испортить его. А почему? Авторитет слишком большой Павла был. И они понимали, ничего нельзя сделать с ним. Надо идти и проповедовать. И зависть подвигнула их. А Павел говорит, я этому радуюсь. Идите хоть по зависти, раз по-другому не идете. 1 Тимофею 6.4 Есть люди, которые не хотят к Богу приблизиться. Это человек гордый, ничего не знающий, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходит зависть. В каждом споре затычка, везде и всюду, от которых происходит зависть. Споры, ссоры, язык, глаз. Как они все вместе захватывают. Где споры? Где зависть? А возьмите конкурсы красоты. Я читал выступление одно, и она говорит, как нас одевали, какой кому наряд дали, что там делается, какое подсиживание. А в спорте? Особенно в конном, натягивают проволоку, чтобы на полном ходу упали, отравляют, коням забивают гвозди в колени. Там страшно считать даже, что делать по зависти. А как от нее избавиться, чтобы Христос занял сердце? И ты в каждом человеке увидел брата, сестру, и зависть исчезнет. Сосрадание, милость. Титу, 3-5. И мы были некогда несмысленными, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. Вот характеристика мира. И вот вы решаете, скажете, мы были такие, а вы такие и остались сегодня, и вы гнусны. Да ведь обидится. Приди в краевой администрации, скажете, вы все тут гнусные и завистливые. Арестовать могут. Вы не найдете ни одного человека, какой бы пост где ни занимался, чтобы он не был преисполнен зависти. Мне близкий человек в краевой администрации, у бывшей главы, и говорит, он первый зам его. И он напился и говорит, какой же мой пост? Я всего лишь первый заместитель главы администрации края. И, наконец, все потерял. А Аман как завидовал. И кому? Великому еврейскому народу. Через естерь. И, наконец, все потерял. Осталась одна дичь лица высокая-высокая, как его гордость и зависть. Зависть надо мной истреблять в корне. Если кто-то сказал, что ты завистливая око у тебя, останови его, покажи в каком месте. Запиши, не пропусти. Это очень важный момент. На зависть нам не это редко кто показывает. На юбку длину показывает. Не так поток подвязать. Это мы внешне это легко увидим. Чтобы увидеть зависть, ты сам должен быть духовным. Иначе еще ты покажешь, когда ты слепой. Вот я думаю, что огромная зависть послужила причиной поглощения московской патриархии в русскую православную зарубежную церковь. По зависти. Той свободы, какую они имели там, это трудно сказать делать, как мы имеем сейчас где-то. У нас были священники, которые приезжали и говорили, да, конечно, вам хорошо, у вас такая защита. Вот вы, ну и разные. Они нам завидовали, нашей свободе. Мы попросим Бога, чтобы Господь сохранил нас в этой свободе. Это дивное время, будем вспоминать. Первое Макоейское 8.16. Когда евреи познакомились с римлянами, с их обычаем, как они избирают на год, на год всего избирали. И говорит, и у них в правительстве не бывает ни зависти, ни подсиживания, ничего. А у нас такого не было. Ни у кого такого не увидели. Почему римская власть так долго стояла? Зависти нет. Избирали лучшего, давал отчет, уходил, становился вместе другой. Библия говорит об этом. Иудея переполненная завистью была. А в римском правительстве в Сенате не было зависти. Считаешь, да как же так это? А там же Бог здесь. Бог на зависть все сожрала. Премудрость Соломона 2.24. О том, как бороться с завистью. И 6.5. Не пойду я вместе с истающими от злобы и зависти. Премудрость 7.13. Говорит о мудрости, которую Бог даровал ему. Без хитрости я получил и без зависти преподаю. Оказывается, можно преподавать с завистью. Не все открывать. А как бы ученик не стал, как я учитель. Без зависти, то есть все целиком, что у меня есть, я отдаю. Так он будет это знать завтра, как ты. А он молодой, у него разум какой. Он завтра будет больше тебя знать. Да Господи, дай мне это счастье. Увидишь, чтобы я увидел людей, которые достигли моего уровня познания и поднялись выше. Я ничего не сокрыл. Самое маленькое, что я знал, узнаю, припомнил. Из забытого я стараюсь все выложить для вас. Беда только в том, что вы не читаете плохо книги-то. И поэтому, не считая, будете завистливыми. Я вас побуждаю к чему-то. Кто учит сына, ну, конечно, и дочь, тот возбуждает завистью в враге. Вот о чем надо позаботиться. Воспитывая своих прихожан, заботясь о том, чтобы знали Библию, мы в других возжигаем зависть. А можно этого избежать? Нельзя. Это их вина. Чтобы у них не было зависти, так нельзя рассуждать. Итак, апостол Яков говорит, если имеете вы зависть горькую в сердце, то не хвалитесь и не лгите на истину. Сегодня нам прочитали о том, что не буду есть мясо, не буду пить вина. То есть, время наступило готовиться к посту и никому не завидовать, кто будет есть. А то, как рассказ у Чехова, он постится, жена не разрешает, и с вожделением посмотрел на мои котлетки. Да не будет этого с нами. Аминь. Аминь. Продолжение следует...